еда одно из основных удовольствий жизни мы не машины мы не просто заправляемся заливаем масло или чинимся от хорошей еды мы испытываем радость с едой связаны многие приятные события в жизни новый год день рождения приезд близких родственников или встречи с друзьями почти всегда это сопровождается застольем которое объединяет всех мы все помним любимую еду из детства вкусные блюда которые удавалось попробовать в отпуске почти у каждого из нас есть любимый ресторан или кафе я простой человек не профессионал никогда не работал поваром но вкусная еда для меня значит очень много именно поэтому я хочу поделиться с вами всем что знаю еще больше узнать сам не бойтесь экспериментировать все гениальные рецепты родились случайно приветствую друзьям наверное трудно найти человека который в детстве не пробовал такое ароматное лакомство как медовый торт недаром еще в двенадцатом веке во франции мед называли королем специй и добавляли в традиционные французские десерты на самом деле добавление меда выпечку началось намного раньше несколько тысяч лет назад в древние цивилизации рима греции и египта ведь мед это по сути первый подсластитель который открыл для себя человек когда фрукты поедали только свежем виде а мед не портился и хорошо хранился хоть при его добыче возникали некоторые сложности достоверно известно что дикий мед добывали еще 15 тысяч лет назад в раннем каменном веке именно этим возрастом датируется рисунок обнаружены в аранской пещере неподалеку от испанского города валенсия там изображен человек который забравшись по веревке на скалу держит в руки соты и вокруг него летают пчелы позже человек научился готовить сладкое медовое тесто рецепт был очень прост мед смешивали с мукой и оставляли эту массу в покое на один месяц за это время мед начинал бродить благодаря своему природному качеству тесто поднималась эта формула приготовления медового теста существовало несколько сотен лет затем него стали добавлять различные специи ингредиенты в германии первый медовый торт был изобретен монахинями в двенадцатом веке затем рецепт начал свое путешествие по европе голландия бельгия италия и так далее в каждой стране рецепт приобретал что-то свое вводились новые ингредиенты и торт начинал приобретать особенный местный колорит медовый торт в древней руси отличался не только вкусовыми качествами и внешним видом древние славяне делали медовый торт из пяти коржей которые клали один на другой прослаивая кремом существует интересная история связана с медовиком императорской семьей императрица елизавета алексеевна супруга александра первого не любила мед не в чистом виде не виде приготовить чем-либо еще об этой особенности конечно же знали все повара и старались готовить блюдо без ароматного лакомства однако на кухне появился новый повар кто решил покорить своим искусством императорскую чету и приготовил особый торт не зная о нелюбви императрицы к меду рецепт был совершенно новый и торт получился восхитительно медовые коржи с заварным кремом просто таяли во рту и покорили императрицу женское любопытство взяла вверх и она поинтересовалась составом торта виновник переполоха уже знал об отношении императрицы к меду и смутившись признался что основой торта является мед елизавета алексеевна осознав конфуз происходящего рассмеялась и велела выдать щедрое награждение этому смелому кондитеру с тех пор медовик стал любимым десертом императорской семьи в страны бывший сср медовик считается одним из самых популярных тортов искусство его готовить подвластно не каждому хозяину но если вы когда-то пробовали домашний настоящий медовик то точно знаете что магазинный медовик не идет ни в какое сравнение с домашним тортом но кроме того что я решил сегодня взяться за самый сложный для меня десерт так я решил его немного разнообразить восхитительными ягодами нотками для торта медовик и нам понадобятся следующие ингредиенты для коржей 220 грамм сахара 400 грамм муки 1 чайная ложка соды 2 куриных яйца 2 столовые ложки меда 100 граммов сливочного масла для сметанного крема сметана 350 грамм сахарная пудра 200 грамм сливочное масло 200 грамм фруктовая прослойка 300 грамм замороженной малины 1 пакет малинового желе декор 200 грамм белого шоколада и так начнем с приготовления коржей яйца сахар щепотку соли взбить миксером проверьте растворился ли сахар полностью для этого каплю яичной смеси разомните между пальцами если еще чувствуете крупинки сахара продолжайте взбивать потом добавляем размягченное сливочное масло и мед и опять же все смешиваем до однородности миксером переливаем нашу медовую смесь в сотейник и ставим на очень маленький огонь если температура будет слишком высокой то свернутся яйца и образуются темные комочки прогреваем до первых пузырьков появились пузырьки снимаем с огня и в горячую массу добавляем соду не пугайтесь начнет образовываться пена все хорошенько перемешиваем теперь нужно вводить муку делайте это порциями сначала тесто будет очень липким и похожим на заварное но по мере загустевания оно будет все более более эластичным теперь можно выложить ком тесто на стол и дальше вводить муку по итогу оно должно быть очень мягким эластичным и немного растекаться когда оставляешь его в покое в зависимости от муки вам может понадобиться чуть чуть больше или чуть ее меньше главное не забейте тесто не сделать его слишком плотным можете сразу отправить его в холодильник но я сразу разделю его на нужные нам части после холодильника она станет значительно более плотным и сделать это будет значительно труднее я решил что торт у меня будет из 9 медовых коржей и двух слоев фруктовой начинки сделаю 10 шариков теста самый некрасивый корж нужно выпустить на крошку для украшения и так заготовки коржей накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 час приготовим фруктовую начинку для этого возьмем замороженную малину добавим в нее пакетик малинового желе я взял именно малиновое чтобы усилить вкус и аромат ягод мне очень нравится прием в итоге мы получаем начинку нужной консистенции достаточным количеством сахара и очень свежим ароматом главное берите качественное проверенное желе дайте мосты но она не должно схватываться прошел час начинаем раскатывать коржи берем шарики прямо на пергаменте на котором будем выпекать и будем его раскатывать сначала тесто будет очень тугим но согревая станет более-менее эластичным и податливым вообще существует несколько правил раскатки теста европейская школа говорит что пласть тесто раскатываться в направлении от себя и обратно то есть только по вертикали когда вам нужно раскатывать боковые участки вы поворачиваете тесто и опять катаете от себя и к себе и обратно азиатские и восточные повара катают пласть теста во все стороны как им больше нравится как правильно честно говоря я не знаю так что я катаю хаотично добиваясь одинаковой толщины и целого непорванного коржа раскатанный корж обрезаем формой толщина их должна быть всего пару миллиметров это конечно все зависит от того сколько коржи вы планируете увидеть своем торте корж накалываем вилкой и выпекаем при 170 градусах не более 5 минут корж должен стать румяным но ни в коем случае не горелым и такую процедуру повторяем 10 раз да это трудно но она того стоит пока очередной корж в духовке нужно залить наш малиновый слой форму меньшего диаметра чем та который мы обрезаем коржи это не принципиальный вопрос просто на разрезе так будет красивее форму затилаем пищевой пленкой и заливаем в нее малиновое желе малиновый слой старайтесь сделать такой же толщины как и медовые коржи для этого я использовал шпажку и просто замерил толщину фруктового пюре отправляем желе в морозилку оно должно хорошенько промерзнуть так с ним будет значительно проще работать повторяем эту процедуру два раза и так коржи испечены малиновая начинка замораживается приготовим крем для него берем мягкое сливочное масло сметану сахарную пудру и все тщательно взбиваем миксером лучше дать крему постоять в холодильнике так он загустеет и лучше будет ложиться на коржи давайте сделаем декор для коржа конечно можно просто воспользоваться остатками коржей перемолоть их в измельчитель и обсыпать торт но нам этого показалось мало и мы решили сделать шоколадные соты конечно совсем не обязательно тут уж все дело вкуса растапливаем плитку белого шоколада на паровой бане и выкладываем еще горячий шоколад на пупырчатую пленку ей еще оборачивают товары для транспортировки а еще успокаивают нервы дайте шоколаду застыть давайте пока соберем наш тортик берем корж и какую-то мерную тару для того чтобы между коржами было примерно одинаковое количество крема я взял ложку для мороженого это вообще не обязательно вы можете использовать половник столовую ложку или даже рюмку дело хозяйское промазываем коржи кремом всего как я уже говорил у нас будет 9 коржей медовых и 2 фруктовых значит промазываем 3 медовых коржа потом выкладываю корж из фруктового желе опять 3 коржа фруктовое желе и 3 коржа медовых промазываем все кремом выставьте торт на балкон или в холодильник пусть крем немного схватиться и будет более плотным в измельчителе перемеваем тот самый некрасивый 10 корж и корочки с коржей посыпаем боковинки торта наверх выкладываем белый шоколад и осторожно снимаем пленку ячейки выдавили остатки малинового желе тоже получилось на мой взгляд очень мило так как поверхность торта была не идеально ровной то по бокам осталось расстояние между шоколадом и коржом мы за кадром взяли обычный фен и подтопили шоколад и получить вот такие необычные и красивые подтеки возьму себе на заметку этот метод дайте торту время он должен пропитаться вы не представляете как трудно это было сделать нам но он пропитывался целую ночь в холодильнике ответственный момент разрезаем вы только посмотрите какой он красивый это самый сложный по технике торт который мне приходилось делать но он прекрасен ягодное желе сделала его совершенно другим не таким как мы привыкли магазины и даже близко не могут соревноваться с этим вкусом попробуйте приготовить его дома я уверен вам очень понравится стоит ли говорить что этот торт разлетелся по тарелкам за считанные минуты приятного аппетита и до новых встреч а час программа континут пласара дэпродус